Правда, в последние годы этим простым и благозвучным русским именем девочек в Анапе стали называть все меньше. Например, в 2015-м всего 8, а в 2016-м только 7. И все же Татьян известных и успешных в нашем городе много. Они самой судьбой своей подтверждают тайну, сокрытую в имени. Татьяне Павловне Залеской, директору гуртеатра, оно помогает быть добрым ангелом-хранителем для большого и дружного коллектива. Мне давали несколько имен женских, но моя старшая сестра Галина, в то время ей было 6 лет всего лишь, она сказала, нет, она будет моя младшенькая Татьяна. Так и получилось в нашей семье Татьяна. Я ей очень благодарна, люблю свое имя очень и очень сильно. По жизни меня всегда везет с нашими Татьянами. Я хочу всех поздравить с праздником, пожелать им здоровья, счастья, благополучия. Ну и, конечно, всех студентов, потому что Татьяна – это энергетический потенциал, да? Это человек-лидер, это человек-энергия, это человек-фейерверк, красота. Все-все-все в этом человек и собирается, как и во многих из нас, да? Но студенты – это, конечно, половинка нашего имени. Поэтому всех студентов тоже поздравляю, счастья, радости всего-всего. Всех люблю с праздником. Татьяна – люди творческие. В классе у художника и педагога Татьяны Жарких о любимом учителе только высоким слогом. Девочка с очень редким и современным именем Илария. Татьяна Валерьевна – она очень даже хороший художник, она очень добрая, она всегда помогает нам. Она учитель, что такого больше в мире не найдешь. Когда родители мне дали это имя, наша Таня громко плачет. Так оно действительно и было. Я и плакала, я и капризничала, но решила, что это – это мое имя. И оно позволило мне стать тем, кем я сейчас являюсь. Татьяна – настоящий профи в своем деле. Их искренне ценят за глубокие знания и умение дарить людям свою доброту и участие. Заведующая отделением городской поликлиники Татьяна Сергеевна Дикарева, при этом очень скромный человек, хотя в профессии она уже 40 лет. Иногда рядом с именем Татьяна легко уживается еще одно, олицетворяющая твердость характера, требовательность и уверенность. Такой всегда проявляла себя в работе главный специалист муниципального контроля Татьяна Буняк, за что ее откровенно называют Маргарет Тэтчер. И она не обижается. Только строже спрашивает за порядок. Вот это вопиющий факт хамского, вообще варварского отношения. Люди в городе из газонной части сейчас приводят все красоту, деревья сажают, белят все, а у нас жильцы, на которых все это взяли и смесили. Татьяна – лучшая руководительница и бизнесвумен. И с собой они несут в Анапу красоту и передовую моду. Хозяйка магазина «Польская мода» тоже Татьяна. Она одевает деловых и успешных женщин и всегда точно знает, что порадует модниц, потому что выбирает для них наряды как себе. А имя ей в этом непростом бизнесе и помощь, и порука. Меня назвал папа Татьяной. И поэтому, наверное, Татьяна – это устроительница, женщина, наверное, которая всем помогает и в доме, и по работе, и вообще в целом. Это женщина, которая очень миролюбивая, очень любит всех. И ее все любят, наверное, я так думаю, правда? Это точно. Ну, и чтобы было вот именно мир и добро вокруг. Вот, наверное, это имя и несет. Силу, наверное, значимость какую-то во всем этом. И вот именно всех обогреть, всех собрать и что-то сделать. Всем Татьянам и их близким яркого праздника. Говорят, в этот день порадовать Татьяну – значит задобрить святую Татьяну, которая всегда придет на помощь в любви и учебе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!